Всем привет! Поступил вопрос от подписчика канала с какой частотой должны присутствовать в тексте слова из семантического ядра ну, очевидно, что при продвижении сайта, при продвижении страницы по запросу Здесь ситуация такая Нет универсального принципа, какая должна быть плотность ключевого слова и так далее то есть там тошнота раньше использовалась Сейчас эта методика практически не применяется в таком виде Применяется немножко другой подход Как это делаем мы? При первом проходе по оптимизации страницы под группу ключевых слов Мы сначала проверяем, чтобы эта группа ключевых слов была друг с другом совместима Чтобы они могли продвигаться на одной странице Мы для этого делаем кластеризацию Об этом есть отдельное видео на канале Как только мы проверили, что эти запросы друг с другом совместимы Мы отдаем страницу на подготовку текста Этой страницы под эти ключи Но отдаем копирайтеру, либо оптимизируем сами Принцип первичной оптимизации страницы такой Мы выделяем основное ключевое слово этой страницы Как правило, в группе всегда выделяется какой-то титульный ключ, у которого максимальная частота И даем такое задание, что это ключевое слово нужно употребить один раз в тайтле странице Один раз употребить в H1 При этом в тайтле можно употребить прямо в прямом виде Даже если фраза не очень по-русски написана Например, вместо Москве написано Москва и так далее В H1 в заголовок страницы мы прописываем это ключевое слово, но максимально естественно То есть если у нас запрос пластиковые окна в Москве То мы уберем слово в Москве То есть просто напишем пластиковые окна, например А если у нас написано пластиковые окна Москва И мы решили оставить город в H1 То мы напишем пластиковые окна в Москве То есть мы словоформу поменяем на более естественную А в тексте мы будем основное ключевое слово употреблять один-два раза Причем один из них крайне желательно, чтобы было в точной формулировке Так, как у нас это в списке запросов Все остальные слова, здесь есть два подхода Первый подход, мы берем и употребляем именно эти фразы по тексту По одному, иногда два раза, но в целом стартовое задание по одному разу употребить Второй подход, который мы последнее время применяем Мы используем вот эти дополнительные фразы Не в виде фраз, а используем просто слова из них То есть основная ключевая фраза используется как есть То есть все слова должны быть вместе А из остальных фраз мы просто вытаскиваем слова из фраз И эти слова нам нужно раскидать по тексту То есть задача копирайтеру сделать так, чтобы слова из этих дополнительных фраз были где-то в тексте Кроме этого мы туда, в это же техническое задание копирайтера добавляем дополнительные слова То есть слова, задающие тематику или LCI-слова, как еще называют И они тоже, то есть там мы даем не фразы, а даем тоже слова Которые нужно желательно употребить в тексте Но остальное на усмотрение копирайтера Вот отвечая на этот вопрос То есть сейчас нет как таковой чистоты То есть есть требования к объему текста в целом Их мы получаем из анализа топов То есть мы смотрим первую десятку по запросу И видим то, что в среднем там размещен текст примерно такого размера И мы копирайтеру даем дельту Не знаю, там от 3000 знаков до 5000 знаков Вот в этот диапазон, пожалуйста, уложись И используя вот такую-то фразу таким-то образом И такие-то слова, пожалуйста, где-то в тексте используй Вот эти обязательно, а эти по возможности Надеюсь, ответил на вопрос Если что-то еще осталось недопонятно Пишите в комментариях под этим видео И пишите в комментариях другие вопросы На которые вы хотели бы получить ответ Текстом или в виде следующих видео То есть я буду выбирать лучшие и наиболее интересные вопросы И записывать на них отдельные видео То есть видео-ответы Подписывайтесь на канал И приходите на мастер-класс Ссылка на него в описании Пока! Субтитры сделал DimaTorzok